У нас все записывается, выставляется в интернет. Ты не против? Нет, не против. Я слушаю, дорогой, рассказывай. Хотелось поинтересоваться. Вот я, короче, голодал, 6 дней ничего не ел. И все равно чувствую, что я злой какой-то. Что-то ничего не пойму, как-то бубнит сильно. Давай еще по новой. Я говорю, 6 дней ничего не ел. Но? Вот. И все равно чувствую зло я какое-то, раздражаюсь. Но без этого нельзя, без поста. Это еще 6 дней. Ты 6 лет должен бороться. А что, ты столько лет копил, копил, а теперь за 6 дней хочешь избавиться? Не получится. Не, ну я же не первый раз. Ну, ты слушайся внимательно-то. Тебе сказано так, навсегда. Господь избавляет от этого. А если в тебе столько зла, значит, там демон живет, а 7 злейших берет. Тебе не надо было крещение принимать, не надо причащаться, надо готовиться было. А ты поторопился, и тебя по этому сатанатам обуял. Ты только никогда не обижайся, когда я тебе это говорю. Я не обижаюсь. Потому что я общаюсь с тысячами людей. У меня только на одном канале 60 миллионов просмотров. Каждый день подходят люди новые. И через ваши ролики мы обратились, из сектантов пришли верующие. Учера только одна беседа была с ним. Он совсем уже надеялся там к старообрядцам и куда-то в тайгу уехать. Наткнулся на один наш ролик. Все. Сейчас едет крещение принимать. Или посмотрим, как будет. 34 года. Геннадий Тихонович, а мне к вам приезжать запрещено? Запрещено. Никак. Нельзя абсолютно. Об этом уже думать не надо пока. Ты довольствуется тем, что есть. Представь, я же не один живу. По тебе там не будет. Ты с первого дня забунтуешь. Вот мы здесь молимся. Согласен. Мы молимся здесь через каждые 2 часа. Я тебя до конца ни разу не видал. Вот эти поклоны сейчас идут. Ты сколько поклонов земных делаешь? Один. А? Ну, за день 7 раз получу. Если 7 раз молюсь, 7 поклон. На каждой 100 поклонной молитвы 100 поклонов надо делать земных. Чтоб голова, руки и колени коснулись пола. Как у мусульман. Вот так становится. 700 раз. А ты утренний добавь, получится 900. То есть 1000 поклонов земных, а ты 7 раз. Томи себя. Сатана не любит земные поклоны и поясные. Это все святые говорят. Голодать надо. Чувствую, надо еще скидывать, скидывать, скидывать. Ну, что впитывать-то? Ты же настал, Лестовка, у тебя это есть щетки-то? Щетки-то есть у тебя? Порвались, порвались. А что ты порвались? Ты на них вешался, что ли? Да нет, я просто молился. Там нитка такая тонкая. Ну, не прочная. Ну, у меня еще ни разу не порвалось за всю жизнь. А 1000 поклонов в день. Ну, у вас, значит, качественная Лестовка. А у меня некачественная. Я еще заходил в храм, говорю, что ж вы такие вещи... Ну, ладно, одна-два. Но у меня не одна она. У меня, я лезу на Голубятне, у меня там висит Лестовка. Я куда не пойду, у меня лез с собой, или... И в пути мы ездили точно так. Незнакомая местность, государство. А мы становимся и молимся. Мы не смотрим, что это Испания. Или Турция. Мы открыто везде молились. Все государства Европы, Скандинавии, Прибалтики. Такой поездки никто не делал. Мы подарок-то сделали на 35 миллионов рублей, подарили книги. Это игрушка, что ли? Тысячи проповедеев сказать дорогой. Тысячи. Только 650 городов, районных центров получили подарок от нас. Как? Вот почему? Слушай, вот Яков говорит 2.18. Открой послание Якова 2.18. Тобой нет, но долго это будет. Он определенно говорит, покажи мне веру твою кому-то без дел твоих. А я покажу тебе веру из дел моих. Это бояться не надо. Это город на вершине горы. Как его скроешь? Ты вот сейчас поговорил, и ты сразу себе уже... Я время на тебя зря не тратил. Ты сейчас же возьмешь лес, такой вечером уже наступает понедельник. Кроши себя на мелкое. На шинковое на мелкое. Не позволяй себе расслабляться. Кто тебе еще сказал, тебе не нравится, а ты сразу раз в ответ. Раз в ответ. Да разве можно это так? Геннадий Тихонович, люди сильно изменились. Они начинают, ну, ожесточаться, понимаете. Ну, уже то время, когда люди меняются, то неузнаваемость. И надо поступать с ними жестко, я чувствую. Я просто, я терплю, 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 терплю. Не надо терпеть. Какой терпеть-то? Что терпеть-то? Тебя ударили там, тебя плюнули. Ну и что такого? Ты не мятый, не давленый. Если тебя арестуют в тюрьме, ты будешь. Там тебя размажут по стенке сразу своим характером. Не дай бог тебе попасть туда. Ты оттуда живой не выйдешь. Там такая шпана по шесть ходок уже ходит. А ко мне они относились благоговейно. Я молюсь, а в это время сунули еще одного в камеру. И он зашел маленько, мать, перемать. А я молюсь, а я слышу. И они ему говорят, мужик, помело прикуси. Он знает, помело язык. А что? У нас батюшка молится за всех нас. И все, больше нету. Понимаешь как? Это преступники. Уголовники. А они за меня заступаются везде. Я зашел в камеру, там 75 человек, а положено 25. Места нету. Он сразу, амбал такой, вылез из дыма. Ты сам знаешь, где надо, где воздуху больше. Он так посмотрел, так куришь, он так с рукой. Он сразу матрелся и сразу в сторону. Так, вторая шконка вверху, куришь. Он сразу, мне одному две. Две шконки одному. А они по три на одну. А я только зашел в камеру. Ну, просто извините же, что перебью, Игнатия Тимовна. Я вот просто одного не понимаю, что вся жизнь должна состоять из борьбы, так сказать. И я вот это вот должен терпеть. Да, 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 да. Это короткая жизнь, одно мгновение. Вот как ты себя ведешь... Так, слушай, Рустик. Как ты ведешь, огрызаешься? Я ни одной минуты так не жил. Они на меня кто-то нападают. Дорогой там меня захватили с ножами где-то. Ничего, я смирился. И вдруг из них... Так это тот человек, который нас спас тогда. От полиции... От милиции спас. Он же на меня заступился сразу. И меня до дома провожают. Как доктор Гааза. Как так? А я бы начал горды бачить, доказывать. Ничего не доказывать. Я молюсь только, стою, плащу и все. Ты боишься, как твою гордыню не сломаешь. Ты весь напружиненный такой. А ты как воск сделайся. Ты благодари Бога, что тебя учат. А ты учишь людей. Тебе не надо учить их людей. Ты себя научи сначала. Людей надо не только учить. Людей надо... Я не просто не хочу. Понимаешь? Понимаете, достаточно. Я в терпилу превращаюсь. Я терплю, терплю, терплю. Не надо терпеть-то не надо. Это ничего нету. Это законное. Я терплю. А я не терплю никогда. Почему? Это мое. Ты принес благодарность, что Бог посылает. А я терплю. Ты себе назначил рамки. Вот так даже с тобой относиться. Они неправильно в корне. Я христианин. Рожденный от Бога не грешит. Запомни. Рожденный от Бога не грешит. Первое послание Иоанна 3.8. Ну вы сами сказали в прошлое нашей беседе, что я уже мертв. Все уже. Со мной кончено. Ну, ты слушай внимательно. Сказали не так там тебе. А ты это прими так. Да, я так. Сказали блудник. Да, я блудник. Потому что смотрел. А ты что, блудник? Да, блудник. Я смотрел. Мне нравилось. Хорошо. Енатель Тихонович, еще такой вопрос. А если вот будет вариант, да, к примеру, с благоговейной женщиной, которая будет слушаться с девственницей, пожениться, мне ни в коем случае нельзя. Не будет, любя. Не будет. Не будет. Ты только душу загубишь. Ты не готовый к общению с человеком. Тебя надо за решеткой держать. Мять тебе надо, чтобы себя эта зараза сошла. Чуть не сказали мне так. Э, в морду дам. Ты безбожник. Да разве можно так? Я христианин. Что угодно на мне делай. Я перед Богом. Это мне лекарство от Бога. Гонители, клеветники. Только за последние, там, сколько, два года я в черный список занес 16 тысяч человек. Вообрази. Это дивизия в военное время. Вот сегодня только за одну ночь примерно 20 человек зашло матерят меня. Ну и что? И притом ничего. Они проповедь, я на золотолусы считаю. Они матом гонят. Я с детьми, там, ягоды собираю. Они меня полощут. Почему? Ну что? Это Господь допустил. Я его прославляю Бога. Семикратно в день за все суды его. Дорогой мой. Не так просто это. Я на земле еще нахожусь. И меня Бог шлифует. На мелкое натирает. Я благодарю его. Не знаю. Мне вот, когда я вижу несправедливость, я просто не по себе. Мне надо конкретно взять и поставить все на места свои. Ничего. У Бога хорошая дубина на тебя приготовлена. Он тебя прорвет. Не надо. Ты думаешь, на тебя управа нет? Ты такой крутой парень. С тебя это ушел... Я отличный. Я говорю просто, я не люблю несправедливость. Да не надо тебе справедливость. Нигде в Библии не написано, чтобы ты искал справедливость. Тебе нужно... Если по справедливости, нам ни на кладбище, ни в аду места нету. Мы не достойны этого. Я должен сказать, что ты посылаешь Господи, ты лучше знаешь. Я тебя благодарю. Сегодня у меня вот такое я благодарю. Вчера у меня столько горя было, а я только благодарю и благодарю. Ночью встал. Ночью поблагодарил. Утром рано. Володе нету, а я один теперь. Надо печь в храме топить. Собаку покормить. Шесть кошек покормить. Голуби надо выпускать, чтобы они не столкнулись друг с другом. С этой стороны, да, вот, к примеру, к вам вот зашли, например, или вот на работе, либо вот дома к вам зашли, и кто-то вот просто себя неправильно ведет. Вы его начинаете учить, говорить, что ты неправильно ведешь себя. Начинаете его, то есть, оговаривать, то есть, да, его неправильные поступки и так далее. То есть вы же не будете этого терпеть, правильно? Вы по-христиански будете его обличать. Обличать будете его учить. Да не обличать, где знать надо. Стой, дальше не надо. Чтобы я смирился с этим всем, с вот этой грязью. Мне 21 год, 20 лет мне, 20 лет. А меня направляют работать в органы МВД. Строго режимный лагерь. Какая справедливость тут? Какая? Он каждый топор мне вешает на шею. Ему надо 121% дать. Тогда ему один день отсидит, за три засчитывается. А где я возьму? Когда он не работает? Я его начинаю учить. Вы сидели за что? За распространением начитку архипелагу ЛАГ? Да это, это до армии еще. Это другое. Другое. Я окончил строительный техникум. Защитил отлично. Отец без руки. Три дяди погибли. Они там проверяли, проверяли. Я протерят. И меня направили в органы МВД. В строго режимный лагерь работы. Ты даже не расслышал, что. Я тогда никакого архипелага еще не было. И я там работал. Оттуда меня в армию взяли. Семь месяцев. По две смены. Ни одного выходного. Я всем должен угодить. А я пацан. Давайте так. Янатий Тимович, если бы я смирился с тем, куда я попал раньше, до этого, в армию, то есть я бы оттуда не вышел просто. Если бы я смирился с этим. А я не смирился. Я сделался свободным. То есть все еще зависит от нашей воли. Так, Библию открой. Матфея 11 глава. Прочитай. 28 стих. Вот у меня далеко просто. У тебя все далеко. Еще не скажешь, что у тебя далеко. А злоба в тебе все время сидит. Она близко все. Так, слушай внимательно. Слушай внимательно. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя. Иго мое благо, бремя мое легкое. Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ты этого не знаешь, вообще не касался. Христа гнали, Библия. Он оправдывался, не оправдывался. Христос показал пример. Энадий Тихонович. Ну правильно, он говорит, возьмите иго, то есть веруйте, читайте Писание, молитесь. Ну и терпеть прийти. Иго, 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 иго. Иго взять надо. То есть то, что Христос нес, терпел, и мы должны взять это иго. Что ты выдумаешь? Я терплю. Я терплю. Да как терпишь, когда у тебя внутри все? Ты должен это принять с благодарностью. Я же не Иисус Христос. Э, нет. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Ну, знаю, но мне же до идеала. Это ж идеалы. А ты что хотел? Под одеялом только. Вместо идеала под одеяло залезти. Понимаешь, у тебя на все ответы какие-то. Глупые-глупые такие. Здоровый дядька такой. В вепку, говорится, в физеноме они вмещаются и начинают учить меня. Да я уже не помню, когда я ел нормально. Ты один день проживи, как я живу. Один день. Встал в какое время и четко и определенно. И дальше целый день как идет. Какое свидетельство? Какие я получаю уроки? Сколько людей приходит? Каждый день мне новые и новые люди приходят. Вы духовный отец наш. А я и не знаю, нарожал, говорю, и знать не знаю где. Ну все ж не могут, как вы. Вот вы до стиля такого уровня, вот как маяк, то есть образец, да, для, так сказать, Это не я, благодать Божия делает, а благодать для всех открыта. Это благодать. Во мне этого ничего нету. Ну ты сам знаешь, кем я хотел быть. Знаешь? Знаю. Ну вот. И Бог меня скрутил, как савла. И сделал Павла. А дубину какую приготовил? Знаете, Тихонач, может ты рассказать? А вот узнаешь, когда она тебе начнет гвоздать. Кто? Дубина. Вы уже помолились? Ну молись. Тебя каждый день поминаем молитвы. У меня дня не было, ночами о тебе молятся. За дубину, чтобы было. Ты уже уцепился за дубину. Бог не спрашивает, как? Может быть, тебе ноги отрежет, будешь лежать пластом. И все равно ты должен быть другим. Успокойтесь. Ну каким другим? Христианином настоящим. Не фальшивым. У тебя христианского-то ничего еще нету, кроме бороды. А кстати, борода, я смотрю, как скоро, как у этого. У старика хаттабы еще. Ну у вас все хаттабы еще. Прекрасная борода. Не трогай ее ни одной волосинки. Как у хаттабыча, у меня уже идет идея, то есть ее отреставрировать. Ну вы посмотрите на Серафима Роуза. Посмотри, какая борода. Ну что, я же в Монате иду. Я же Мирянин обычно. Ну хорошо. Описывает. А у Ануфрии была борода до земли. А у тебя она дальше не будет расти. Святые, святые, которые свою жизнь... Ну на все отговорки. У тебя на все отговорки. Лишь бы самого тебя сатана заблокировал, он тебя бережет, дьявол. Не разрешает никуда пойти. Тебя как только начинаешь звать к тому, что быть христианином, ты аж весь трясешься. Ну что ты делаешь? А жениться все-таки надо, потому что я думаю, что жить одному это неправо. Ну ты плотной человек, у тебя только одна плоть. Я один сейчас готовлю себе все сам, никого не надо. Мне мешают все. Поэтому я с ними разговариваю, принимаю на короткое время. Вы это уже прожили, а я еще не жил, ни дня. Да я по такому жил, как ты. В твоем возрасте ты как я жил? И жену искал, что ли? Я искал... Так она у вас раньше... Подождите, я знаете, Тихоныч, сколько вам было лет, когда вы женились? Сколько лет? Что ты меня копаешь? Не, я просто у вас не оставался. Хотите, не отвечает. Я для чего женился-то, ты знаешь, нет? Нет. Ну так вот, а тебе для утворения жеребцовой похоти. У меня ни одного дня этого не было в уме. Из-за того, потому что прекращать жить одному. Жить одному это просто сдуреть можно. Вот так. А Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Остался без жены, не ищи жены. Не ищи. Будут тебе скорби, а мне вас жаль. Скорби будете иметь. Павел говорит, скорби, а ты хочешь радостно жить. Она из тебя будет выжимать соки с первого дня. Порядочная жена из порядочной семьи, она не будет ничего выжимать. Ей скажешь, вот так вот пальцем, стой здесь, жди меня. Она будет вот так поджав лапки, стоять, ждать. Да. Из порядочной семьи. Видишь, как ты на женщину смотришь, как какая-то игрушка. Тебе не... Женщина должна слушаться. Да ты знаешь, как женщина должна, а как ты должен, ты не знаешь. Ты деспот, деспот настоящий, даже в уме. Ты загубишь душу. Настоящий отец за тебя дочь никогда не отдаст, если он только не дурак. Отдадут. Я уже разговаривал, отдадут. Все уже. Ну, я тебе говорю, ты это запомни. Когда у тебя пойдет не так, ты скажешь, она не такая, но тебя сатана заблокировал. Ты нормальный, хороший христианин. Тебя дьявол убеждает в этом. А ты начни с другого рассуждать, что живу не как христианин, злобой пенится все вокруг. Не по мне, я сейчас. Да ты что в самом деле? Я с вами согласен, но это не означает, что я совсем с вами согласен. Зачем я не согласен? Я вам оговорил. Я вам сказал все. Чтобы потом не говорил, что я тебе не сказал, крутил перед тобой хвостом. Я тебе все сказал. И знаете, вы мне говорите наставление, говорите, то есть тебе надо снижать свою массу тела. Я сразу раз и применил к себе. Действительно. Смотрю, я похудел. Надо еще худеть. Я смотрю, Игнатий Тихонович прав. Раз, то есть галочку поставил. Я полностью с вами согласен. Но я же не могу сейчас за один момент измениться. Для этого нужно время, для этого нужно жизнь прожить. Со мной в камере, я сегодня говорил, в камере сидел замдиректора Редькин, Владимир Прокопьевич. За две с половиной недели примерно он снял с себя все, у него такой пузырь был. Он в рот ничего не брал. Вот и все. Подожди. Он даже не пил? Он ничего не хотел, ни пить, ни есть. Мы сидели, мы двое сидели, когда он покаялся, нас власти сразу отсадили, подвал туда, в самую сырость загнали, в тюрьме. И он снял. Две недели без воды даже жив. Это ж нереально. Понимаешь, я тебе не буду говорить, как каплями было, что ты считаешь. Он делает вид, достал чашку пустую, а за нами следят в глазок. Он как будто есть, а чашка пустая. Как отвернулись, он чашку в туалет спустил, рыбки пускай поедят. Я говорю, Володя, маленько поешь ты. Нет, отец Игнатий. Я ему докажу, этому мамоне, попузырю себя. И все ушло. Я его смирю, этого мамону. Да, я смотрю, мне еще худеть и худеть, мне еще голодать. Я вообще хотел взять и до конца Пасхи ничего не есть. Но у меня сорвалось. Поэтому я сейчас еще хочу во второй заплыть. Нет, это не получится. Нет. Ты не за это смотришь. Ты сегодня умрешь. И куда ты пойдешь в таком состоянии? Ты так и загремишь. Куда? А туда, куда не надо. Куда туда? Ну так тем характером ты в раю будешь хулиганить. Тебя врать-то пускать нельзя еще. Ну это Богу решать. Я не собираюсь хулиганить, ну, смиряться, например. У тебя смирения никакого нету. А дьявол, когда разговаривал с Антонием, говорит, ну почему я не это... Он говорит, ты не ешь поскольку, по 20 дней, по 20 дней не ест. А я совсем не ем, сатана, говорит. Ты поскольку спишь? Он говорит, по одному часу в сутки. Я совсем не сплю миллион лет. Еще не хватает. Слушай, Антоний ему говорит, смирение, он говорит, терпеть не могу это слово. Он как вот, ну, Русик Гусейнов, вот так же затресся вес. Я не буду это делать. Если разбойник на кресте покаялся, и он вошел в рай, разбойник, какая у него жизнь была, почитайте. Он покаялся, все, в конце дней сразу вошел в рай. Я по сравнению с разбойником, вообще ангел воплотил. Ты даже не... Даже близко у тебя нет подлинного раскаяния. Если бы он остался живой, он был бы не такой, он был бы похож на монаха. Геннадий Тихонович, смотря какой меры умеете. Так, скажи, ты для чего сейчас просился ко мне? Чтобы спорить со мной? Я не спорю. Я просто, чтобы вас умеет. Мне приятно с вами общаться. Все, я тебя, знаешь, не ищу. Я тебе говорю, как ты должен делать? Ты должен смирение приобрести. У тебя нет смирения. Чуть не по тебе, у тебя кровавые глаза, как бык на ториады лезет. А тебе вот шпагу в шею и все. Надо просто, надо скидывать килограммы, надо голодать. И это будет легче, легче, легче. У тебя тонны злобы внутри. Ты их никогда не вытряхиваешь. Ненависть такая, смирения нет. Не по тебе в морду дам. Ты что делаешь-то? Согласен. У каждого, видите, свои нюансы с характером. Я буду работать над собой. Я понимаю, вы правы, у меня нет смирения, но я буду работать над собой. Да не работать. Рождение свыше, это удаляет сразу. Что у меня было? Бог меня убрал в течение одного часа. Рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога не может грешить. 5.18, Первое послание, не может грешить. Это не его природа. Ты в старой природе мучнишься. А я, 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 Жанин, ну еще смотреть. Игнатий Тихонович, а что сделать, чтобы перейти в новую природу? Что мне сделать? Смирение, смирение. Выпроси у Бога смирение. Нигде не противоречь, что тебе я говорю. Я тебе говорю, миллионы людей подтвердят, что я тебя знаю очень хорошо. У тебя зверский характер, лютого зверя. Да, плохо, конечно, что не получится к вам приехать. Ну, как же тебя опускать-то туда? Ты же неуправляемый. Ну, почему? А в прошлом году вы меня... Потому что одержимый демоном. Вот почему. У тебя... В прошлом году меня звали. Я не звал ни одного человека никогда. Зачем обманываешь? В прошлом году. Да еще видео осталось, видеоролик. Я никого не звал. Я только могу разрешить, когда просятся. Я даже не просился. Вы говорите, а Русика убил. Я говорю, что если как-то, может быть, только присматривался, а тебя в это время сатана начал мутить, и просто трясло тебя все время. Я сказал, даже близко нельзя. В одной стране и то опасно жить с тобой. Почему? Почему? В гости ж можно заехать, чтобы я там поубирал, что-то по хозяйству помог, пообщаться с вами. А вот мы сейчас с тобой общаемся, и ничего ты не принимаешь. А когда рядом будешь, ты будешь рваться. Тебе нужно поле битвы, там, где дьявол орудует. Ты как будто напрашиваешься на кровопролитие. Да, преувеличиваете вообще. Но я не советую тебе так говорить на мои слова. Ты никогда не будешь обо мне так молиться, как я тебе молюсь. Никогда. Потому что спать любишь. Вот заметь, мы молимся здесь в рулетке, в рулетке, говорю, в скайпе, и ни дня не было, чтобы я тебя не поминал вслух перед всем народом. Что Бог благословил тебе, открыл твои слепые очи, дал тебе духовное рождение. Ты мертвый, смердящий труп. Слава Вас. У меня опыт, которого, может быть, ни у кого здесь рядом нету. По любой отрасли, где бы ни был, я прошел эти трубы и медные, и огонь, и воду. И нигде, ни разу не полукавил. Не положено, я сразу занимаюсь свое место. Ни разу, нигде, не воспротивился, ни в лагере, ни в тюрьмах, нигде. Ни разу не нарушил ни одного правила. Сложно по канонам Агнати Тихонович жить, сложно. Вот я бываю даже каждые выходные мне не получается в храм заходить. Просто не получается. То работа, то еще что-то. И получается я их автоматически нарушаю эти каноны. Автоматически я что-то лучом на церкви что-то. Понимаешь, я с первого дня, как только обратился к Богу, уже по Евангелию, в 23 года, я сразу помолился, Господи Боже мой, дай мне работу такую, чтобы голова не была занята, чтобы я все время мог молиться, непрестанно молиться. Я сегодня говорил проповедь о трехступенчатой молитве. Сегодня. И эта проповедь будет стоять, может, через неделю. Ты послушаешь, и ты себя там найдешь. А тебе речи нету, но ты определишься где? Да. От тебя не может человек обратиться, ни один человек не обратится. А почему? У тебя дух враждебный христианству. Враждебный просто. Откуда он? Откуда он вообще взял? От демона? Не вовремя? Не вовремя. У меня, у меня откуда? Ну откуда, откуда? От нечистой силы, откуда? Не от Бога же. Я тебе сейчас сказал, ты сказал, смирение. Дьявол боится смирения. Да, ты бы сразу... Ой, нет, а я не могу, я за правду, за справедливость. У нас был в деревне один такой, он выехал. А он за справедливость. Слово сказать нельзя. За топор схватится. Потому что я не вижу смысла терпеть. А тебе не надо смотреть. Этим путем прошли миллионы людей. Умница тоже мне. Он не видит. А что ты видишь, когда ты слепой? Ты считаешь какой? А не видишь, что он нищ и слеп и наг. Считай откровение. Возьми к моей мази, Господь, говорит, помажь глаза твои, чтобы видеть с ромоту ноготы твоей. Хорошо, Инатий Тихонович, а вот есть одно пример у меня христианин с меня никакой. Может быть, у меня вообще уйти с христианства? Христианин такие слова говорить не может. Тебя сатана и крутит в любой момент. Биллиард играешь, выиграешь, прямому сурманству. Даже дураком нельзя назвать тебя. Ты еще до дурака не дорос. Ты играешь словами христианства. Ты не жил ни одной мюнзу по-христиански. А может мне тогда уйти? До тебя сейчас души по волосинке терпи. Куда угодно. Зарезу Христа, уцеплюсь, но не отпущусь. А может я уйду? Вот, вот, вот все ты есть. Оно тебе недорого спасение. Ты в это не веришь. Ты безбожник. Самый настоящий, самый настоящий безбожник. Как раз в Бога верю. Ну, видите, я среди христиан даже вот сейчас на сегодняшний момент не могу найти. Ты ищешь, где в ад провалиться. Все лукавые абсолютно. Каждый поступает свою выгоду. Брат брату не помогает. Вот я когда вот обращался, да, никто никогда не поможет. Понимаешь, тебе не стыдно это говорить? Одинокий мужчина помогать ему. Ты думай, кому помочь? Да слушайте, пожалуйста, мне не сама помощь нужна. Вложение давать, чем принимать. Обидно. Принципиально обидно, что так получается. Ты для того и пришел сюда выпрашивать ходить. Подождите, послушай, у меня отец без руки, 10 ребятишек и никогда не просил нигде. Как тебе не стыдно? Да я ради принципа просто говорю. Я не просил. Ну как, попросил, да, но мне не дали, как бы, мне не за этого обидно. Мне обидно то, что чисто принципиально христиане, христианам не помогают. Если взять евреев, иудеев, они друг другу помогают. Взять армян, у них армянские ученики, армянские дети. Так, все, я ухожу. Мне не надо слушать эту блевотину твою. Все помогают, все помогают. Ты думай, где кому помочь, а ты рассуждаешься, как лютый зверь. Надо просто на этом остановиться, что мы просто все разные. Да не разные, ты никакой. Только дай мне, дай мне, дай мне. Да разве можно так жить? Я ни разу в жизни еще не просил нигде. Отец меня научил так. Говорил подетально. Мне не принципиально и не обидно за то, что мне не дали. Мне просто обидно за то, что христиане друг другу не помогают. А тебя откуда знать друг друга, про друга? Ты только о своей утробе судишь. О пузе своем тебе не дали, все. А рассчитаться ты не можешь, у тебя ничего нету. Поберушка. Бородатая поберушка. Ну вот ведь. Мне, ну и просто разные, я это понял. О, разные. Неужели ты думаешь, что тебе кто-то подражать будет из верующих? Тебя... Да мне нет. Я этого и не жду, и не прошу ни у кого. Не хорошо это. Я просто понял, что это разное. Понимаешь, ты какой-то бессовестный, ты совершенно бессовестный человек. Здоровый такой амбал. И дайте мне. Плохие христиане мне не дают. Я просто спросил, не попросил. Не надо лукавить, не надо крутить хвостом. Ты просил, и не один раз уже. Ну и что, и что? Это поберушка. Мошенник, это мошенник, мошенник. Ты не верующий. Верующий никогда не будет простить. Он будет думать, блажение давать, нежели брать, Павел говорит. А у тебя и в мозгах этого нету. А свое мнение у вас, вы меня уже сколько... Это Павел говорит, это не мое мнение. Павел говорит, блажение давать, чем принимать. Я согласен, но христиане другого должны помогать. Или нет? Ну в тебя христианина никто не видит. Знает, что попрошайка возьмет и не отдаст. В тебя христианина то не видит никто. Я как раз, Игнатий Тихонович, вы же не знаете, я все свои долги отдам. Все. У меня люди не дали, я отдал. Ты просил, и на это начинаешь злиться, что не дали. Тогда злился, я сейчас не злюсь, у меня вообще все равно. Да у тебя не бывает, чтобы ты не злился. Сейчас начали разговаривать, тебя уже трясет. Так не трясет, вы же меня начинаете перебивать, оставлять свое. Тебе не надо говорить, я тебе сказал, то, что говоришь, я уже знаю это, мне уже закончил разговор. Я говорю, то, что тебе на пользу. А ты время только у меня отнимаешь зря. Ты пришел слушать, а не для того, чтобы меня учить. Я тебя в учителя не нанимал. И тебе не звонил. Зачем ты так делаешь? Ты мне позвонил, поэтому стой и слушай. Да почему так? Да потому. Ты ко мне пришел, и ты меня учишь. Я тебе... Это Антоний говорит язычнику, который пришел. Говорит, я считаю, ты мудрый человек, такой мудрый слушай, а не учи. Вот ответ. Вы сразу это... Ну, понял. У вас тоталитарный режим там. Ну, пошел теперь надо по тоталитарный режим. А у тебя тоталитарная дурость, невозрожденность, мертвещина. Вот понимаешь, у тебя друзей нет, у нас, допустим, собрание. Ты показать не можешь, у тебя нет собрания. У нас идут занятия, и люди это мной собраны, Господь через меня собрал. У тебя нет этого. У тебя ничего этого нет? Нет. Я с детьми занимаюсь, с детьми 48 лет. И ни одного замещания ни от родителей, ни от кого. Тысячи детей, ни два, ни три, тысячи детей подняли. Я должен был построить, где принять. Не только построить, а надо еще волонтеров набрать было. И мы 48 лет бесплатно работаем. Без рубля. Ну, чувствуется у вас такой ярый прессинг. Я должен быть таким, должен таким. Я знаю, с кем разговариваю. С тобой разговаривать по-другому нельзя. Ну, почему? А потому, левой рукой здоровайся, а правой, говорит, по башке. Вы любите просто главенство. Я тебя хочу стронуть с места. Что ты не понимаешь, что ли? Тебя по-другому нельзя. Видишь, какое у тебя лицо разглаживается. Я тебя маленько прошлифовал. Тебя ко мне это тянет. Почему? Потому что душа твоя, а дьявол тебя не пускает. Ты бьешься, бьешься. Я тебя принял сегодня. Принял и тебе сказал. Тебя это хватит. Вы не пускаете. Вы просто не пускаете. Вы говорите, тебе запрещено приехать. Запрещено, да. Ну все. Вы что запретили, а не дьявол? Ты ко мне обратился. Я к деревне имею прямое отношение. Самое прямое это мое детище. Согласен. И представьте себе, вы начнете выкаблучивать и что мне скажут мои друзья, жители, кого ты привез? Тебя только одно сразу, говорит, связывать и в милицию везти. У меня совесть есть. Я не могу в гостях себя дурно везти. Если я приехал в гости, я себя должен везти. Ты не можешь быть другим. Настырь со своим уставом приезжать. Так не годится. Я воспитанный человек. Ты совершенно не воспитанный. Смотря с какой колокольни. Да никакой колокольни ползком друг на друга на четвереньках. Ну, глядись, что-нибудь Бог мне и управит в моей жизни. Господь управит, будешь доверяться. Я тебя прошу, забудь о женитьбе. Ты плотской человек. У тебя все разговоры только о женитьбе. Ты плотяной. Плотяной. Вячеслав Семенов женат. Правильно? Дебунов женат. Почему мне нельзя? Они чем лучше? Женись. Тебе только этого не хватает. Ты будешь, надея, она подаст на тебя в суд и тебя посадят за жену. И ты будешь там хлебать сопли свои кровавые. Женись. Женись. Другого варианта нет, вы уверены? Все, 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 все. Другого нет. Один вариант только. Ты ее или убьешь, или покалечишь. И тебя посадят. Я тебе заранее говорю, тебя ждет решетка. На свидание она не придет. Она разведется сразу. А если я ее бить не буду, значит меня не посадят. А не получится. Ты по-другому не можешь разговаривать. Она должна перед тобой ходить. Чего ты с нее требуешь? Ты с себя требуй. Ты вампир настоящий. Ну, я думаю, что у меня получится найти ту женщину, которая будет меня слушаться во всем. И мне не придется ее. Не найдешь. Если она женщина, тем более разведенная, у нее есть опыт. Она знает, как с тобой расправиться. Не разведенная девственница никем не трогана. А ты про девственницу даже забудь. ты не девственник. Потому что ты не девственник. И поэтому ищи себе подобную такую же. Я покаялся уже. Ну и все, и она покаялась. Она покаялась, что три раза замужем была неофициально. И один раз официально. Никем не тронутая, чтобы она слушала, чтобы я заточил под себя. Она поймет, что ты сама дур. Тебя слушаться нельзя. Это гибельно для нее. Это ваши слова. Она поймет... А-та-та-та-та-та-та-та. Ты пришел ко мне. Не критикуй меня. Я сказал, ты... Скажи, я обдумаю. А ты как баба какая. Только ты в ответ. Минута не прошла, и ты уже слова выбрасываешь. Ты запомнишь, что я тебе сказал. Семейной жизни у тебя не будет при твоем характере. А ты меняться даже и не думаешь. Ты за справедливость бьешься. А жена тебе поставит рога. Она из тебя, Оленя, сделает. Ну, если девственница, не сделает. Если воспитанная, с нормальной семейной... Да где ты девственницу нашел? Уже в седьмом классе на вторую букву алфавита называют их. Смотрите, в Грузии, в Таджикистане, я уже общался, есть места. В Чечне там не варян, потому что они все мусульманки. попал. А тебе разницы нет? Тебе разницы нет, на ком жениться? Игнатий Тихонович, стучащему всегда творят. Просящему дадут. Все. Она тебе дает, она тебе накормит. Тебя будут выворачивать до седьмого, говорит, до гузна вывернет. Но есть еще такое понятие как любовь. Если люди любят друг друга, они друг другу доверяют. И не нужно будет это тиранство, то есть тоталитарный режим никому не нужен. Понимаете? Тем более, если она... Хорошо, хорошо. Если ты знаешь, что такое любовь, почему у тебя друзей ни одного нету? Ни одного? А потому что они все безбожные. О! Почему у тебя никаких близких отношений с женщиной нету? Все плохи. Один хороший идол Гусарин Абрустик рогами в облака уперся. Ну, получается так, как Ной в свое время. Как, ну, как праведный Лот мучился с твоей вороти. Ну, а что? А вот когда ты начинаешь справедливость искать, в это время бы твои глаза открылись, ты увидел, какие черные эфиопы тебя подзуживают со всех сторон. Ну, это с духовной точки. Опять споришь? Я тебе говорю, у тебя одержимость бесовской взлоби. Одержимость. Тебе надо об этом заботиться. Я сейчас с вами общаюсь, ни на грамм, я не злюсь на вас вообще абсолютно. Еще не хватало, еще. Я тебе как в лоб закачу, шалбанщик. А если бы я был одержим, я бы сейчас на вас злился, свирепел. А ты, извинишься, сколько раз ты меня в черный список заносил, еще не было? Ну, это для профилактики. Вот какой, понятно, нашел какой, ассенизатор. Я ей, Игнатий Тихонович, я, между прочим, вот на днях маму в черный список добавил. Потому что она неисправима, она безбожница, она не слушает. Она мать для тебя, что ты делаешь? У южных народностей говорят, если ты в пригорьще на огне матери приготовишь еду на огне, и тогда ты виновен. А я мать в черный список, ты тебя ошалел совсем. Бесноватая тварь. Не мать она. Откуда же ты взялся-то? Откуда взялся-то? Тебя сатана из глины слепил. Мне тот, та мать, кто в Бога верит, если она безбожница, я смотрю уже от нее все. Она неисправима никак. Все. Заблокировал полностью. Значит, ты в мать пошел? Ты в мать пошел, да? Нет, я в Бога пошел, я не в мать пошел. Для меня, кто не верит, в Бога отсеивается. Да бесы веруют и трепещут. Бесы веруют и трепещут. Знаете, Тихоныч, наоборот, я ради Иисуса Христа от матери, от жены и от всех отказался. Так, все, до свидания. Повторы начались, начались повторы у нас. С Богом. Спасибо, Христос.